Вновь время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Касымжо Мартукаев на своей странице в Твиттер прокомментировал ситуацию в Курдайском районе Жамбылской области. Цитирую. Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Говорится в сообщении, все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности. Между тем, групповая драка между жителями произошла накануне вечером в селе Масанчи Курдайского района Жамбылской области. Силами правоохранителей конфликт удалось локализовать. Ситуация находится под контролем, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой департамента полиции Жамбылской области. Следственным управлением территориального департамента начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса Республики Кадахстан «Хулиганство». Устанавливаются зачинщики и участники этого конфликта. Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения. Напомню, за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность. В настоящее время режим ИЧС действует в городе Нур-Султан и на территории Бухаржираусского и Улытаусского районов, а также в ряде населенных пунктов Осакаровского района Карагандинской области. По информации КАЗ «Гидромета», в девяти областях, преимущественно в центральной, северной и западной части республики, объявлены штормовые предупреждения в виде осадков, метели, гололеда и усиления ветра с порывами до 28 метров в секунду. По состоянию на 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий и расчистки дорог от снега остаются закрытыми 71 участок автодорог. Из них 12 республиканского значения в Акмолинской области, Карагандинской, Павлодарской и Североказахстанской областях и 59 участков областного значения в Акмолинской, также в Восточно-Казахстанской, Кустанайской и Североказахстанской областях. За прошедшие сутки на дорогах республики спасено 115 человек, эвакуировано 20 человек, из них 13 детей и отбуксировано на очищенные участки дорог 34 единицы техники. На данных участках патрулирования и снегочистительных работах задействовано более 400 человек и 260 единиц техники, в том числе 40 сотрудников и 25 единиц техники Министерства внутренних дел, 363 работника и 237 единиц техники дорожных служб. В настоящее время действуют режимы ЧАЭС в городе Нур-Султан, в Ухаржираусском, Лутаусском районах и в ряде населенных пунктов Асакаровского района Карагандинской области. За прошедшие сутки сотрудниками местной полиции организовано сопровождение трех автоколонн в составе более 400 единиц техники, это 124 грузовых и 338 легковых автомашин. Из-за плохой погоды закрыли выезды из Нур-Султана по всем направлениям для всех видов автотранспорта. В частности, речь идет о трассах, ведущих из столицы в сторону Кургалжена, Адбасара, Щущинск, Павлодара и Темиртау. Также закрыли движение на дорогах Щущинска, Зеренда и Павлодар, граница Российской Федерации, а также участок дороги от Караганды до Каркаролинска. Спасатели просят водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и при закрытии движения не выезжать на трассы. В случае же возникновения чрезвычайной ситуации звонить на номер службы спасения 112. В столице в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся с нулевого по девятой классы первой и второй смены отменяются, говорится в сообщении распространенным управлением образования города Нур-Султан. Почти на миллион тенге с начала года пополнили государственную казну столичные рыбаки. Браконьеров не останавливают ни штрафы, ни плохие погодные условия. Большинство подъездов к водоемам на сегодня замечено снегом, в то же время в других регионах рыболовов напротив просят выйти на лед. Почему? Узнавал мой коллега Андрей Деменок. Добраться до большинства водоемов при городе столицы в нынешних погодных условиях уже настоящая победа. Тем более, когда у твоего транспортного средства коробка автомат и для поездок у пересеченной местности оно явно не предназначено. Если нашей съемочной группе, как было видно, сюда оказалось до... ...транспортных средств, такие трудности не пугают. Не пугают их и солидные денежные штрафы. Подтверждают это и инспекторы. Они ежедневно объезжают, а также обходят большую часть водоемов близ столицы. С начала года им уже удалось задержать больше трех десятков нарушителей. Наше путешествие продолжается. Идем след-след по узкой дорожке, иначе справа уже вода, а слева гигантские сугробы. Но, как мы видим, что вот эта дорога достаточно утоптанная, значит, по ней ходят рыбаки. Предположения съемочной группы инспекторов оказались верны. Спустя несколько минут на нашем пути встречается первый любитель рыбной ловли. А давно уже здесь? Нет, не давно. Сколько примерно? Полчасика, может час. Минут сорок. А вы до этого здесь рыбачили? Нет, нет. Первый раз? Первый раз? Абсолютно первый раз. Первый раз или второй, говорят инспекторы, значения не имеет. Необходимо было просто найти подходящее место. На правила рыбалка прописано. От моста, от шлюза 500 метров запрошено. Ловит рыбу. Мост, шлюзы на стратегический объект. В результате мужчине инспекторы выписывают штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Это чуть больше 26 тысяч тенге. А также объясняют, где и как можно ловить рыбу. Заодно ликбез проводят и для журналистов. Незакрепленных водоемах на озере на физических лицах разрешено до 5 килограмма. А если больше 5, тот же штраф? Больше 5, да, тоже штраф. На 5 килограмм, на 5 крючков разрешено. А вы часто вообще в такие рейды выходите? Это у нас ежедневная работа у нас. Одновременно с этим в некоторых регионах Казахстана рыболовов наоборот просят выйти на лед. Связано это с высоким риском замора рыбы. К примеру, в Кустанайской области владельцам частных водоемов разрешили начать тотальный отлов рыбы. Использовать можно даже запрещенные для любительской рыбалки снасти. В первую очередь сети. На простых рыбаков это не распространяется. Миллиаративный лоб у нас проводится каждый год весной и осенью. Потому что у нас водоемы в основном заморные в Кустанайской области. Максимальная глубина на некоторых водоемах до 3 метров только. А лед промерзает бывает до 2 метров. 350 килограммов мертвой рыбы извлекли в прошлом году в регионе из реки Карасу. По словам инспекторов, погибла она как раз из-за нехватки кислорода. В регионе это единственный случай. Однако в других областях зарегистрировали 20 подобных фактов. В том числе и в охраняемых зонах. Андрей Деменок, Атем Грапов, Нургалима Мурбаев, Хабар 24. А в Шемкенте санэпидемслужба проверила точки общепита. На 106 объектах специалисты нашли нарушения. Здесь и отсутствие медицинских книжек у сотрудников. И неправильное хранение продуктов. В некоторые заведения специалисты нагрянули без предупреждения по жалобам жителей. Катерина Попкова о том, что шемкентские кафе и рестораны забыли указать в своем меню. Последний свой визит в кафе Марина Низовкина запомнит надолго. Аппетит был испорчен, когда по стенам заведения поползли тараканы. Разочарованная клиентка опубликовала видео незваных гостей в соцсетях. В меню кучи всего не было. У нас все закончилось, все съели, а закуп мы еще не сделали. Мне кажется, для города, который претендует на такой статус и ждет туристов, это вообще не отговорка. Но, конечно, убил, просто вот меня убил вид таракана. В прославившемся кафе не отрицают, тараканы действительно были. Говорят, никто не застрахован. И сразу достают документы. Усатых вредителей потравили. Уверяют, что поработали над сервисом. Зима, сами понимаете, тараканы все в теплое место бегают. И появился у нас один тараканчик, даже парочку. Мы позвали частную службу, которая обрабатывает, обработали. Все, больше их нету, гарантируем. Мы даже акцию запустили. Приходите, найдите таракана, ваш чек будет бесплатным. В Шемкенте немало объектов общепита, которые не соблюдают санитарные требования. За прошлый год санврачи выявили 106 нарушений. И, как оказалось, тараканы – это далеко не все, что кафе и рестораны. Забыли указать в меню. Основными нарушениями санитарных правил на объектах общественного питания являются отсутствие медицинских книжек у сотрудников, несоблюдение дезинфекционного режима, неправильное хранение продуктов питания, неправильное хранение готовой продукции. В департаменте говорят, что не все городские объекты общепита нечистоплотны. Есть и хорошие примеры. И, как правило, их название на слуху. Горожане уверены, в Шемкенте всегда можно вкусно и безопасно поесть. Но вот над сервисом надо еще поработать. Все зависит от кафе. Более такое солидное кафе, они быстро работают. А вот эти вот обычные кафешки, они как-то, ну, растягивают, да, все это. Ну, иногда ждешь официанта, не дождешься. А иногда подходит каждый несколько секунд. Официанты, я думаю, что не более опытные. Ну, культуры, может быть, чуть-чуть не хватает. Сто процентов хорошо было, все равно надо улучшить, улучшить. Это надо. Надо действовать так, чтобы комфорт был, сервис. В городе есть улицы, на которых расположены десятки роскошных кафе и ресторанов. Самые скромные залы рассчитаны на 200 гостей. Иногда посадочных мест больше тысячи. Санврачи проверяют их раз в год. А вот небольшие заведения, где меньше 50 посадочных мест, по закону они могут проверить, только если поступит жалоба. Катерина Попкова, Нурмаханбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24. Жители Алматинской области бьют тревогу. Их дети учатся в переполненных школах. В регионе работают около 100 учебных заведений, где имеется дефицит ученических мест. В 38 школах обучение и вовсе ведется в три смены. И скоро к ним могут добавиться еще 14 учреждений образования. Подробности в материале Адильхана Сахари. От дома до школы несколько километров. И так каждый день. Это сейчас стал курсировать автобус. А до этого времени детям приходилось добираться пешком или на попутных машинах. Отсутствие школы в жилом районе Талдукургана, Антымах, доставляет немало хлопот местным жителям. У меня дочка учится в второй смене. У них занятия 6-7 уроков. И она выходит в занятия где-то около 7. В этой школе учатся дети из нескольких микрорайонов. Рассчитана она на 1200 мест. Однако знания в ней получают почти 1700 учеников. Особенно много детей младшего звена. В последние два года здесь набирают по 10 первых классов. В каждом по 35 учащихся. Если даже я каждому ребенку уделю по одной минуте, 35 минут. 5 минут на что мне останется? То ли спрашивать домашнее задание, то ли объяснять новую тему. Одного учителя на 35 учеников, естественно, не хватает. Перегрузка учителей. Бывает в день по 200 с лишним тетрадей проверяют плюсы работы письменные. В Алматинской области около сотни переполненных школ. 38 с трехсменным обучением. По прогнозам специалистов областного управления строительства, к трехсменкам скоро могут добавиться еще 14. Учебные заведения переполняются из-за высокой рождаемости и внутренней миграции. С каждым годом количество школьников в регионе увеличивается на 20 тысяч человек. В этом году в области построят 14 школ. Две в Талдыкургане. Аким области поручил, чтобы мы уже в следующий год его начали строительства. И через год завершили. В связи с тем, что развивается восьмой микрорайон, коттеджный городок развивается, численность населения, детей там растет. В управлении строительства считают, что для решения проблемы с трехсменным обучением необходимо дополнительно 25 миллиардов тенге. Кроме того, к строительству нужно привлекать и бизнес-сообщество. И возводить школы в рамках государственно-частного партнерства. Адильхан Сахарий, Коныш Тургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. 138 преступлений зафиксировала антикоррупционная служба Западно-Казахстанской области за прошлый год. 44% из них – взяточничество. По 100 уголовным делам, направленным в суд, осудили 32 человека. Общая сумма штрафов составила 35 миллионов тенге. Как выяснилось, наибольшее число коррупционных правонарушений приходится на чиновников местных исполнительных органов. Между тем, сотрудники антикоррупционной службы постоянно ведут профилактические беседы. Разъясняют законодательство и грозящие за взяточничество наказания. К примеру, с сотрудниками Департамента по делам обороны в прошлом году провели 18 бесед. А на днях со взяткой в 200 тысяч тенге был задержан сам начальник областного департамента. Основанием для расследования стало заявление самого взяткодателя. Деньги требовались за перевод с районного военкомата в областной аппарат департамента по делам обороны на должность начальника отдела учета и предназначения мобилизационных ресурсов мобилизационного управления. Взятка передавалась двумя траншами. 100 тысяч тенге наличными из рук в руки. Остальная часть путем перечисления на карту Каспий Голд этого подозреваемого. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Нарушение закона, особенно коррупция, взятка – это плохо. Знайте об этом всегда и не нарушайте закон. С вами был Арстам Балтин. До встречи. Вам хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова